Теперь, когда человек начинает память, помнить о чем-то, что дает ему возможность забыть про свою судьбу, это называется победа над судьбой. И опыт показывает, в Священном Писании говорит, что забыть реально вот эту боль, которая будет минувшая вновь, может только тремя способами человека. С помощью добрых людей, первый способ, с помощью добрых людей, человек забывается. Второй способ, с помощью природы. И третий способ, с помощью веры. И вот это три источника любви, которые дает нам Бог. Он дает любовь через природу нам, через людей и через веру. Но разум, который верит в природу, получает здоровье. То есть, что такое вера? Это получение счастья. Разум, который верит в природу. Что значит получение счастья? Если человек под что-то верит, у него появляется решимость. Что такое решимость? Это способность верить, человек верит, и у него появляется желание, способность достигать цели. Назвать целью устремленность. А решимость? Это движение к своей цели. Видите, это все функции разума. Вера, решимость, целью устремленность. Знание, убежденность. Я знаю, что это так точно. Убежденность. Функции разума. И с помощью всех этих вещей человек свою память направляет туда, где дает ему возможность отвлечься от судьбы. И так он побеждает судьбу. Некоторые просто на природе радуются солнцу, радуются деревьям, и они таким образом избавляются от страданий. Некоторые просто добрых людей любят, и с помощью людей они избавляются от страданий. Некоторые в храме, с помощью молитвы. Но вот эти три энергии Бога, три источника любви, они по-разному действуют на жизнь. Человек, который верит в природу, получает здоровье. Он становится здоровым. Порфирий Иванов, например, он верил в природу. Получил здоровье. Мог на снегу спать. Ну попробуйте поспать на снегу. Он спал на снегу прямо. Это исторический факт. И был здоров абсолютно, потому что он верил в природу. Он получал силы от природы. Если человек верит в людей, он получает социальную силу. Вот, допустим, девушка, которая верит, что ей надо заботиться обо всех, получает мужа. Не верит в то, что ей надо мечтать об этом сидеть. Постоянно думать. Грусть, тоск, а меня следа. А верит, что надо о всех заботиться, всех любить, не ждать любовь к себе, когда же любовь придет моя. А наоборот, всех любить, а всех забыть, стать активной, жизнерадостной с точки зрения отношений. Всем себя отдавать, в прямом смысле слова, а не в переносном. То есть отдавать свою любовь, а не свое дело. Заботиться обо всех, и тогда она становится сильной и будет выбирать еще, за кого выйти замужем. У нее будет много вариантов, потому что такова сила. Если мужчина очень любит труд, ему нравится трудиться, и он сильнее любит труд, чем деньги. Потому что есть всегда в перевес, в ту сторону или в другую. Деньги – это нужда, страх, нужда. Нам нужны деньги, всем людям нужны деньги, без них не проживешь. Но если человек забылся в труде, он уже не так сильно думает о нужде, а больше любит трудиться, то в этот момент он обретает силу получить хорошую работу. И у него все время это увеличивается. Если человек перестал злиться на правительство, на старших, и научился видеть чистоту старших, закономерности, что так должно быть, что вот так должно быть, и уважать старших стал, и уважать власть, он повышается в своем социальном статусе в жизни сразу. Это сила, то есть он становится востребованным в обществе человеком, и его продвигают вверх. Потому что он надежным человеком становится, надежным. И так далее. Ну то есть это все виды любви. Любовь к старшим, любовь к людям, любовь к труду, там и так далее. Это виды любви, это связано с человеком. Когда человек обретает эти виды любви, он становится сильным, способным в социальной жизни быть успешным. Вы скажете, ну я знаю людей, которые вообще наплевать на всех, они успешны. Они эту силу получили раньше. Они все равно ее имеют. Но они имеют ее неосознанно. И пользуются просто ей. И эти люди теряются в себе. Но те люди, которые осознанно все делают, они приобретают. Лучше же директор завода, которого любят подчиненные, это значит, что он осознанно все делает. Чем тот, который просто управляет. Потому что у него есть силы, он силы держит подчиненных. Это все временно. Рано или поздно может все развалиться. Но если все его любят, то есть он разный человек, тогда ничего не развалится. Время может влиять, сила может влиять какая-то. Но не факт. Что это развалит. Спасибо вам большое. Спасибо. Я остаюсь фотографировать, сколько хотите. Подкрасывайте. Спасибо. Извините, что я вас избег от вашей работы. Третья сила — это любовь к Богу или вера к человеку. Она дает возможность человеку преодолеть непреодолимое. У каждого человека есть непреодолимое. Кто-то не может жениться, кто-то не может быть здоровым, кто-то не может на работу найти. Но если человек молится, у него это и пошло двигаться. Как? Никто не понимает. Ну, то есть эти божественные силы. Как человек становится здоровым, потому что он на природе бегает и любит всех, там, желает всем счастья. Никто не понимает, но это факт. Человек начинает на природе, больше будет он, становится здоровым. Врачи не могут до конца понять, как это происходит. Но это очень просто понять, потому что здоровье человеку дают силы природы. Мы заряжаем свой организм, у нас в организме как батарейка. Мы заряжаем силы природы. Солнце дает человеку хороший иммунитет, оптимизм, дает ему хорошее пищеварение, дает ему способность побеждать инфекции, способность рассасывать опухоли. Солнце дает. Воздух, ветер, прана, жизненная сила природы дает человеку бодрость, хорошую работоспособность, концентрацию внимания, выносливость и так далее. Земля дает человеку спокойствие, хороший сон, отдых. Противовоспалительные процессы происходят за счет энергии земли. Вода дает человеку гармонию. Дает человеку наполнение. То есть он как бы питается от энергии воды, питается жизненной силой, наполняется жизнью. Все гармонично начинает работать у него внутри, в организме. Дисфункций никаких нет. Вода дает человеку спокойную, такую доброту, хорошее отношение, способность принимать разные условия климатические, энергии воды. Если человек любит воду, дает такая возможность. Поэтому закаливается человек, переносит хорошо климат, закаливается начинает. Деревья дает человеку терпение. Деревья дает человеку терпение, способность переносить трудности. И так далее. Природа дает человеку здоровье. Но мы с вами говорим сегодня не о природе, а о отношениях между людьми. Мы говорим о людях. И надо понять, в чем разница между мной и счастьем. Почему я не соединился с этим совсем? Почему я не имею счастья? И давайте изучать тогда эту тему. Пытаемся понять все это поглубже. Есть еще одна психическая структура. Разум примерно понятно, да? Разум побеждает судьбу. Человек обретает знания. Он с помощью памяти направляет себя в нужное русло в жизни. Его судьба постепенно теряет над ним силу. Он помнит о хорошем, а не о плохом. У него возникает позитивное мышление. Он радуется жизни, не печалится. И в результате он становится победителем. С помощью разума. Разум означает также заставить себя. Разум заставляет. Ум говорит, это тебе нравится, давай. Разум говорит, нельзя, уже поздно. И так далее. Ну, то есть, такая стима. Есть еще одна часть психики, называется чувство собственного достоинства. Важно знать в ней, там много кривотолков. Например, некоторые говорят, позволяй себе все. Неправильное отношение с чувством собственного достоинства. Или говорят, люби себя. неправильное отношение с чувством собственного достоинства. Некоторые говорят, будь гордым неправильное отношение с чувством собственного достоинства. Да, мой хороший, оказывается, не себя надо любить. Нужно просто любить в себе способность делать добрые дела, а также в себе поругать себя, любить в себе вот это, что я как бы могу себе сказать правду. Вот это надо любить в себе. Но не себя любить. Понимаете, любить других людей. И просто знать, что все хорошо, я правильно иду. Ну то есть разве может человек, который неправильное чувство собственно достоинства имеет, типа я горжусь собой, у него может быть бескорыстная дружба? Нет, конечно же, гордость она лишает бескорыстия. То есть человек собой гордится, или людьми гордится. У него есть два варианта. Вот представьте, я сейчас приехал, ну что, дождались меня? Все сразу взяли и ушли из зала. Это же кошмар. Понимаете? Ну то есть нет любви в неправильном работе чувства собственно достоинства. Это очень важно знать. Допустим, женщина меня спрашивает недавно совсем, говорит, Олег Геннадьевич, почему от меня ушел муж? Я говорю, потому что вы потеряли себя в отношении с ним. Он говорит, что значит потеряла себя? Я говорю, вы постоянно как бы заботились о нем, делали все, как ему хочется. Олег Геннадьевич, по вашим лекциям? По вашим лекциям? Я говорю, да, правильно, по моим лекциям. Но только одна сторона медали. Одна сторона медали. Как есть такая пословица древняя, ведическая, что один как бы глупый человек, он смотрит, что курицы, у него была ферма куриц, как бы, он смотрит, курицы несут яйца все время. Но при этом, как бы, это хорошо, потому что яйца дают ему деньги. Но при этом они едят еще. И как бы он думает, ну это плохо, потому что постоянно, и он решил отрезать одну часть курицы, оставить другую, попробовать, что будет. Понимаете? Ну, чтобы осталось только, чтобы не слия яйца, а они ели при этом. Ну, это глупый человек, я говорю, такая глупая история. К чему я это все говорю? К тому, что человек должен понять, что если он делает только одну часть, то тогда это получается глупость. Ну, то есть, если женщина не воспитывает мужа, а просто ему служит, значит, тогда он уходит. Или просто воспитывает его, не служит, тогда он тоже уходит. Нужно делать и то, и другое. А вот это и есть правильная работа чувства собственного достоинства, это всегда и ходьба по лезвию бритвы. Потому что, с одной стороны, есть унижение, а с другой стороны, гордость. А между ними есть истина и сила человеческая. Только когда у человека правильно работает чувство собственного достоинства, становится красивым. гордая женщина красивая, гордая, красивая, но недоступная. Может, а всю жизнь прожить одна. И она не может чувствовать любовь гордой женщине. Униженная женщина некрасивая, некрасивая. Вот унижена, унижена судьбой, некрасивая. Гордая, красивая, но никого нет рядом. А надо посередине, чтобы стало чувство собственного. И как его сделать посередине? Есть только один способ забыть про себя и начать служить другим, заботиться о другим. Это подвиг, человеческий подвиг внутри. И если человек отвлекается от себя, то есть чувство собственного достоинства, это я. Пока я думаю о себе, а что, почему я думаю о себе? Потому что мне надо дышать, есть, у меня есть семья, у меня есть дети. То есть все в этой жизни заставляет меня думать о себе. Но если человек с помощью разума и знаний отвлекается постоянно от себя и пытается заботиться о других, тогда его чувство собственного достоинства встает в правильную позицию. И это называется истинное эго, правильная позиция. А когда жизнь заставляет человека думать о себе, он в ложную позицию встает. Называется ложное эго. Когда человек думает о себе и делает добрые дела, он становится гордым. А когда человек не делает ничего для других, он становится ленивым, допустим, понимаете? То есть это все деятельность эго. но когда человек делает добрые дела и при этом не думает о себе, тогда его психика встает в правильную позицию. Он к себе хорошо относится? Хорошо, но об этом не думает. Не думает. Как только начинает об этом думать, сразу проблема. И эго человека, оно настолько хитрое. Ну, допустим, человек приходит к наставнику и говорит, учитель, я самый падший, я самый падший. Он говорит, ты не самый падший, ты просто падший и все. Ведь эго неправильно работает. Иди, делай что-то полезное, перестать думать о себе. Учитель ему говорит, я самый падший. То есть он опять о себе. Некоторые люди говорят, ты Олег Геннадьевич, я, я, я. Я говорю, может, о ком-то еще спросите? Да? Он говорит, мне так плохо, я, 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 не, мою. Вот. Человеку надо от себя отвлечься, и тогда ему хорошо станет. Потому что пока эго человека работает неправильно, счастья в жизни не будет. У нас плохая страна, у нас плохие люди, у нас все плохо. Это тоже эго неправильно работает. У вас все хорошо, у вас хорошие люди, у вас хорошая страна. напряглись? Напряглись? Означает неправильная работа, чувство собственного достоинства. И значит, что не будет счастья в жизни. Станьте сильными в отношениях с собой означает любить родину, любить людей вокруг, любить старших. Надо ко всему относиться с позицией силы, и тогда все выровняется, все станет хорошо. Если правильно с верой может относиться, он становится сильным. Правительство с верой относится, оно становится сильным. И так далее. Все начинается с чувства собственного достоинства у человека. Начните с этого свою жизнь. Чувство собственного достоинства всегда включается в жизнь правильно, если человек принимает свою судьбу. Сначала надо принять своего дурака. Некоторые поняли, о чем я говорю. Или свою дурочку принять надо сначала. Принять сначала надо. Вот это мое. Есть такая шутка древнерусская. В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Это закон судьбой. Я не согласна, но ничего с этим не сделает. Есть причина. Вот примите сначала принимаем мы своего близкого человека и перевариваем вот это все, этот факт. Мы принимаем, чтобы принять нужны силы. Силы берутся от природы, от добрых людей, от молитвы, от Бога. Выбирайте, что вам ближе для начала. Нужны силы для принятия, но сначала нужно принять, или допустим вы начинаете всем заботиться обо всех, такую жизнь идете, или вы начинаете спортом заниматься, иметь не спортом, а на природе бегать там и так далее, или вы силы берете от молитвы в храм койте, выберите, где брать силы, но если человек не может нигде брать силы, он не может быть нормальным и здоровым, не может быть просто, физически, каждого человека своих сил не хватает, вам не хватает сил природы, женщины, вы любите людей, да, вы любите людей, вам сил природы не хватает, вы теряете силы, теряете здоровье сейчас, потому что вы ленитесь, не хотите на природе двигаться, не хотите контактировать с природой, значит здоровье будет таять, Видите? Вы не согласны со мной, да? А? Вы как? Как? Странно, что я сказал это, да? Отлично. А, согласны? Отлично. Вы все это делаете, но вам не хватает силы природы. Значит, надо делать больше. Потому что сейчас идет тяжелый период. Вам надо больше на природе. Еще больше, да? Больше движения. Иначе не справитесь. Идет процесс в организме, который лишает сил. Вы чувствуете слабость? Вот это все. Так вы? Не чувствуете? Я чувствую. Поверьте мне. Вы родственница, что ли? Ага. Все хорошо. Итак, чувство собственного достоинства – это очень важная вещь. Чтобы оно работало правильно, надо сначала все принять. Когда человек все принимает в жизни, это тяжело очень. Но когда человек все принял, с этого момента он совпал со своей судьбой. Синхронизировался. И теперь он может правильно себя оценивать. Все, что происходит. У него трезвое восприятие становится. Пока человек не принимает мужа, не трезвое восприятие. Он плохой. Он мне не нравится. Я не знаю, зачем из-за него замуж вышла. Не трезвое восприятие. Приняла. Все. Теперь не он плохой, а я плохая. Теперь я начинаю работать над собой. Не то, что я плохая и все будет. Я плохая, плохая. Нет. Один раз сказала, что я плохая. Десять раз делала что-то, чтобы быть хорошим. Правильная работа. Один раз сказала, что я плохая. А потом десять раз исправила это. Это правильно. Извините, пожалуйста, что я вам это все сказал. Простите. Но вы потом поймете попозже, о чем речь. Я просто... Ну, может быть, Бог вам помог таким образом. В организме идут процессы, которые требуют больше сил. Нужно больше сил на природе, больше быть для того, чтобы жить. Жить. Вот. Надо больше брать. То есть нужно контакт с природой, чтобы... Я же сказал с самого начала, что у ней очень хорошая сила в отношениях с людьми. Нет, это хорошо. Но нужна такая же, нужен контакт такой же с природой. Границы нет никакой. Я тоже много людям отдаю. Нет границ. Просто нужен баланс. Вот если человек много отдает, ему нужно так же много быть на природе. Контакт с природой нужен. И с Богом контактировать много надо. Вот в этих трех вещах нужен баланс. Если только в людей уходить, то начинается истощение в организме. И когда человек принял свою судьбу, то он может реально все понять. И дальше он начинает укрепляться. Он начинает действовать, отдавая. Он начинает жить, активно действовать и побеждать свою судьбу. Но если человек не принял свою судьбу, он постоянно злится, печалится, ссорится. Он постоянно считает, что кто-то мешает ему жить. То есть он бунтует против Бога, против своей судьбы. Такой человек не сможет быть счастливым никогда и никак, пока он не примет свой крест. Поэтому Иисус Христос и показал, как надо принимать. Прими сначала, а потом станешь трезвым, станешь разумным. Побеждишь судьбу только после этого, а не до этого. Вот так. Это очень важно знать. Принятие судьбы означает настроиться очень сильно по отношению к своей жизни. Нужно уметь учиться прощать. Нужно отдавать себя в отношениях. Нужно реально понять, что такое любовь. Часто мы любовь под любовью понимаем наслаждение. А мне, Олег Геннадьевич, зачем мне жить с этим человеком, если я не чувствую счастья в отношениях? Он меня трогает. Никакого результата. Не, ну женщина, чего вы смеетесь? Вы же все так думаете. Это из сердца не уберешь, эти мысли не уберешь. Но это не означает, что это и есть настоящая любовь. Это просто так, как хочется, понимаете, нам. А любовь настоящая, это другое. Это та сила, которая дает возможность выжить вместе и быть счастливым по-настоящему. И об этом надо знать. Мы пытаемся.